В эфире актуальное интервью и гость нашей студии сегодня Пётр Смирнов, депутат Саровской городской думы. Пётр, привет! Привет, Лида! Смирнов Пётр Павлович. Родился в городе Арзамас-16 Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный университет по специальности экономика предприятия. С 2018 года генеральный директор телерадиокомпании «Канал-16». Депутат городской думы города Сарова. Скажи, пожалуйста, вот год уже работает седьмой созыв думы и по сравнению с шестым он обновился на третью. Что-то изменилось в работе, как притёрлись с новыми депутатами? Знаешь, наверное, интересное наблюдение. Насчёт притирания тут это, наверное, неправильное слово. Так или иначе, многие были знакомы друг с другом. Поменялась ситуация следующим образом. Если в шестом созыве были условно, будем говорить, мастодонты, такие как, например, Боровский или Шестакова, которые обладали репутацией, весом, то теперь получается так, что те, кто второй созыв из вот той команды в НЕВ, вот сейчас во втором созыве, стали этими условными, будем говорить, мастодонты, но более опытными депутатами, действительно, пять лет не прошли даром, да, и те, кто пришли вновь, по сути, мы видим, как они идут тем же путём, что и мы в первый раз. Но ощущение, что тянут за теми, кто вот уже во втором созыве. И это, на самом деле, интересно наблюдать. И в какой-то момент даже выступая на трибуне или общаясь там с депутатами, есть возможность объяснить им или показать ситуацию с разных сторон, чтобы у них было полное представление о том, как процесс, допустим, развивается, да, и чтобы они более взвешенно принимали решение, не, там, ну, не линейно, да, будем говорить так. Но командная работа есть в Думе? Безусловно, есть командная работа. Тут даже, скажем, нет каких-то вот уже разделений, там, Единой России, коммунисты, ЛДПР или там самовыдвиженцы. Все более-менее в этом плане уже более компактные, более тесно работают друг с другом. То есть всегда есть обмен мнениями, всегда есть общение, и более такое тесное, я бы сказал, среди депутатского сообщества. Я считаю, что это вообще благодаря председателю Думы происходит. Антон Сергеевич. Да, Антон Сергеевич Ульянов по-другому строит свою работу с депутатами, нежели Александр Михайлович Тихонов. Ну, это неплохо, нехорошо, я никого... Нет, это просто по-другому, и тут депутатское сообщество, оно такое более, я считаю, окрепло. Может быть, просто потому что ближе по возрасту стали депутаты все? Ну, может быть, и в этом тоже есть смысл, что действительно новое поколение приходит, да, вот уже там 45-35-летних людей, да, стало меньше людей более возрастных. Нехорошо, неплохо, но у каждого свой опыт за плечами, конечно, есть и там Александр Михайлович Тихонов, также депутат, да, его мнение действительно очень важно, и все к нему прислушиваются, как к более опытному и очень опытному депутату, бывшему главе города. Но, тем не менее, молодежь тоже поднимает голову и своим образованием, своим взглядом, ну, с другим поколенческим взглядом, по большому счету, смотрит на жизнь и на развитие города. А как депутатский корпус работался с новой администрацией, с новым главой города? С моей точки зрения, я скажу, идет процесс притирания, то есть, понятно, что администрация, более того, сейчас все полномочия и главы города у главы администрации, там практически сконцентрирована, ну, вот вся, можно сказать, исполнительная власть и представительная власть, представительная с точки зрения представления города, да, на, скажем, на большой земле. Но у депутатов есть свои мысли, свои желания, да, какие-то проекты, которые они хотят реализовать. И здесь надо отдать должное, конечно, и главе города, он очень активно идет на контакт с депутатами, не отказывает во встречах, так сказать, слышит и слушает. Ну, есть, конечно, иногда проблемы, но я не вижу проблем, которые бы не решались. Без споров не родится истина. Есть действительно моменты, которые спорные, но видно, что они... Может, не быть. Да, видно, что в диалоге они снимаются эти проблемные моменты и рождается какое-то решение. Всегда. Что нового принес уходящий год? Какие основные вопросы были, над которыми работали депутаты? Да, на самом деле, выделить можно традиционно бюджет. Это, во-первых, в течение года это бюджет 21-го года, постоянные корректировки, внесения изменений, да, ну, например, яркое такое, может быть, действительно, с точки зрения бюджета, 21-го года, это увеличение финансирования строительства школы на Зорге, там произошло изменение. Ну, во-первых, все мы знаем, цена на стройматериалы выросла очень сильно. Во-вторых, там поменялся проект, я так понимаю, прошла его повторная экспертиза, и добавили 100 миллионов рублей на почти 100 миллионов 90 на строительство школы. Ну, то есть, тем не менее, строительство все еще продолжается. Дальше это, ну, здесь уже надо сказать, что депутаты – это все-таки люди, имеющие, ну, непосредственное право нормотворческой инициативы. И вот мы с Евгением Михеевым воспользовались этим право, внесли проект решения в феврале в Городскую Думу. Вот на последнем заседании Думы 9 декабря оно было принято, это решение, но прошло через… Что за решение? Решение, на самом деле, достаточно простое – это изменение формы проведения торгов на размещение рекламных конструкций. Ой, история, на самом деле, очень длинная. История очень длинная, если нужно, можно ее проговорить, но… Давай вот прям по вехам, вдруг кто-то не в курсе, что, в чем суть этой истории, в чем суть этого решения? Суть вот в чем. Начну, может быть, совсем с самого начала, значит, до 2000… Самое начало, что рекламные конструкции бесконтрольно у нас стояли, и реклама на них размещалась. Именно с этого я и хотел начать, что до 2017 года рекламные конструкции, которые были размещены на территории города, они эксплуатировались без разрешения, без собственников, без проведения торгов. И без прибыли в бюджет. Соответственно, без денег в бюджет. Дальше, в 2016 году были разработаны правила проведения конкурса. Значит, они нас не устроили в тот момент, депутаты, ну, если кто-то следит за этой повесткой, он знает, что депутаты возмущались условиями конкурса, что они были несбалансированы, и явно играли на руку одной из компаний. В 2017 году был проведен конкурс, эта компания, собственно говоря, его и выиграла, этот конкурс. Предложив 100% социальной рекламы, это немаловажный аспект, это вот в рамках рабочей группы мы как раз и выяснили проблему. И эти 100% не были реализованы? Конечно, нет. В 2021 году, вот уже в этом году, контрольно-счетная палата провела проверку исполнения этого договора, который с 2017 года был заключен, и выяснилось, что социальная реклама у нас размещалась по этому договору не более 6,2% от размещаемой рекламы. То есть предлагали 100%, но мы размещали 6%. Это буквально на 1% чуть больше, чем положено по закону о рекламе. То есть какой смысл в этом критерии, да, конкурса, если мы получили чуть больше, чем, ну, прям вот на 1% больше, чем положено по закону. Но это и была причина уйти от конкурса к аукциону? На самом деле есть несколько причин. Первый – это, конечно, развитие бизнеса, потому что я считаю, что законодательство о рекламе – это антимонопольное в первую очередь законодательство. Это направлено на развитие предпринимательства на территории города, чтобы не было рекламы сконцентрированного в одних руках. А у нас, к сожалению, так оно и произошло, чтобы была сконцентрирована в одних руках. Второе – это, конечно, увеличить доходы бюджета, потому что аукцион – это, в первую очередь, цена. И меньше, чем мы сейчас получили на конкурсе, мы не получим, потому что первоначальная оценка будет по старой цене. Стартовать торги будут начинаться от той суммы, которая уже была утверждена. Но шансы работать больше у города есть. Да, но шансы работать больше, то есть придут на аукцион больше участников, больше предложений будет. Соответственно, мы имеем возможность пополнить наш городской бюджет дополнительными средствами. Высказывались опасения насчет контроля, насчет дополнительных условий и так далее. Но я считаю, что у нас есть нормативная база – это схема размещения рекламных конструкций, это правила установки рекламных конструкций, которые утверждает администрация. И есть соответствующая контрольная функция у администрации. Поэтому, если они нормально будут контролировать исполнение этой нормативной базы, то никаких проблем не будет. И важно, кто победит в том или ином лоте на ту или иную рекламную конструкцию. Важен муниципальный контроль за этим рынком, который, кстати говоря, практически отсутствовал. Конкурс будет в 2022 году. Не конкурс, а аукцион. Аукцион. Да, аукцион в новом формате пройдет в марте 2022 года. И это проект депутатов, который прошел вообще на самом деле очень-очень тщательное обсуждение в формате трех комитетов, в формате рабочей группы, которая вот с февраля по ноябрь заседала и вот в ноябре закончила свою работу. Мы запросили информацию по огромному количеству муниципалитетов, сравнимым с Саровым, по численности, по бюджету. То есть, ну вот примерно. Понятно, что мы с Москвой себя сравнивать не можем, или даже с Нижним Новгородом. Ну вот, например, Держинск, Выкс, Арзамас, города Зато, города Подмосковье. И на самом деле в двух третях муниципалитетов проводится аукцион. И никаких сложностей здесь нет. А если конкурс, то там условия достаточно минимальные с точки зрения того, что они не сильно ущемляют участников этих торгов. Мы залезли на самом деле в рамках рабочей группы, залезли в конкурсные заявки, нам дали их посмотреть наконец-то, да, чего нам не давали в очень долгое время сделать. И были найдены серьезные, я считаю, нарушения и со стороны как победителя этого конкурса, так и со стороны администрации, я считаю, там серьезные нарушения. Я, конечно, не обращаюсь в правоохранительные органы по этому поводу. Но мог бы. Но одну жалобу фраз я написал. И вот сейчас идет процесс как раз по привлечению к ответственности должностных лиц за эти нарушения. Какие еще острые и интересные вопросы поднимались в этом году? Ну, наверное, надо обратиться к началу года. Действительно, в начале года мы утверждали изменения в правила землепользования и застройки. И это был последний раз, когда Дума это делала. Потом уже весной все полномочия по утверждению ПЗЗ отошли к главе города без обсуждений в Думе. То есть это такой достаточно серьезный, я считаю... Не лишает ли это прозрачности утверждения документов? Ну, тут смотри, получается ситуация следующая. У нас глава города, председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки. То есть комиссия работает под его руководством. Он же организует публичные слушания. Ну, как глава города объявляет публичные слушания о проведении... Ну, публичных слушаний по проекту ПЗЗ. Он же их утверждает протокол этих публичных слушаний. Он же утверждает сами ПЗЗ. То есть здесь получается такая ситуация, что власть в одних руках. Над вот этим, по сути, ключевым документом, который регламентирует строительство в городе, регламентирует инвестиционную деятельность в каком-то смысле. И, конечно, хотелось бы, чтобы и Дума в том числе участвовала в этом процессе. Но нам ничего не остается. Гепутаты могут прийти на общественные слушания, например. Да, у нас остается только один вариант. Это действительно выступать на публичных слушаниях. Но вот как прошли, например, последние публичные слушания по ПЗЗ, я считаю, что это был шабаш. Ну, по большому счету. И вместо обсуждения проекта ПЗЗ обсуждали один земельный участок, в который хотели внести дополнительный вид использования. Я высказался по этому поводу на заседании Думы. На тот момент цена квадратного метра была в районе 80 тысяч рублей. Сейчас цена квадратного метра и жилья, я имею в виду, в городе. Когда отказали, отсутствует новое строительство нового жилья в городе. Тот участок был максимально готов к началу строительственного квартирного жилья в городе. А сейчас цена 120 тысяч. Вот если на тот момент было бы средство, можно было бы купить квартиру, то 50% годовых никакой бизнес не даст. Сами понимаете, да? То есть 100 плюс 40 тысяч к вложениям за год. Кто успел купить квартиру, наверное, радуется. Я уверен, что да. Но другое дело, что ты покупаешь ее в инвестиционных целях. Понятно, если ты покупаешь ее для жилья, то тебя не волнует колебание рынка. Ты вот здесь сейчас ее покупаешь. Но с другой стороны, я хочу сказать, что это тенденция не только Сарова. Рост стоимости квадратного метра жилья, он отмечен по всей территории России. Это во-первых. И здесь, конечно, общая конъюнктура такая, что рост стоимости труда, рост стоимости стройматериалов не в последнюю очередь. Зато граница наша очень сильно влияет. Вы знаете, что нас нельзя судимым и иностранным гражданам просто так сюда въезжать. А, это строители. Да, но 70% кадров на стройке, это как раз такой вот контингент, плюс отъезд массовых эмигрантов из Москвы, и там процессы идущие. Соответственно, вымываются рабочие силы из регионов, меньше едут к нам работать. И на самом деле муниципальные стройки с этим сталкиваются с проблемой нехватки кадров. Поэтому все это накладывается, естественно, на рынок. Но, извините меня, у нас с 2019 года не строится многоквартирное жилье в городе. Вообще. Ну, два дома не в счет. А где просвет? Нет его. То есть стоимость квадратного метра будет расти? Я думаю, что сейчас мы в определенный потолок уперлись, конечно. Но как дальше себя рынок вести будет, это очень сложно сейчас прогнозировать. Но если есть спрос и не будет предложения. Понимаешь, спрос всегда есть. Мы сейчас говорим о том, что должны приезжать в Саров молодые специалисты. Нужна новая кровь, им нужно жилье, нужны квадратные метры, которых не строят. Понимаешь, тут все в минусе. Вот в этой ситуации все в минусе. То есть бизнес не строит, не продает, не платит налоги. Значит, город не получает квадратные метры, ему нечем отчитываться. Люди не могут улучшить свои жилищные условия, у них ухудшается качество жизни. Ну, вы просто поймите. Вот глава города на своем отчете на пресс-конференции говорил, что к нему кто-то пришел как-то и сказал, не надо вообще ничего в городе строить. Извините меня, но это вот этих людей даже на порог не надо пускать. Просто это люди, которые законсервировали себя в своей квартире. Их ничего не нужно в жизни, поймите. Но люди, во-первых, вырастают, заводят семьи, отселяются от родителей, рожают детей одного, потом второго, ну дай бог третьего. Им всегда нужно расширение жилплощади. И спрос на этом рынке есть всегда. Ну вот один А, один Б, какие перспективы там? Ну а какие тут могут быть перспективы, пока там нет коммуникаций? То есть пока туда к участку хоть к какому-то не подвели магистральные сети, ну в поле, ну в условном поле, да, там, извините меня, сосновый лес. Да, еще вопрос большой, как местные жители того района, Силкина, да, как церковь, как они будут рады этому строительству. Пока там не появится коммуникация магистральная, никаких там подвижек не будет. Северная территория. Северная территория, за границей города находится. Вот вы готовы ехать за границу города, чтобы каждый день проходить через КПП, ехать на работу? Ну кто-то может быть готов. Ну может быть, кто-то готов. Может быть как раз для молодых специалистов. Опять же, отсутствие коммуникации. Ну то есть пока каких-то перспектив в решении этого вопроса не видит. Ну вроде как звучит о том, что давайте вот реновацию развивать, там, на Менделеево, вот сейчас идет проект по Пионерской, но там тоже сложность. Понимаете, там всегда вопрос нагрузки на бизнес. Вопрос ведь в том... Рентабельность. Рентабельность и снижение цены. То есть если ты нагружаешь застройщика дополнительными условиями или какими-то расселением, сносом здания, подводом коммуникаций и так далее. Это все ложится в стоимость квадратного метра. Я понимаю, что вот эти вот площади, которые предлагаются под реновацию, там малое и среднеэтажное строительство. То есть ты там большой дом не построен? Нет. Нет. Там везде, по-моему, уже два зоны. То есть это до девяти этажей включительно, да. Ну, тогда еще есть смысл. Ну, понимаете, какая история? У нас социальная инфраструктура не поспевает за уплотнением застройки. То есть вот если говорить про участок на Менделеево, это от храма и туда, в сторону Озерной. На этом участке планируется, типа, до 30 тысяч квадратных метров построить, как тут было озвучено, но только на словах. Оно ведь там нет ни одного детского сада, школа, о которой мы уже говорили, не построена до конца, да. Военные, которые брали землю под строительство своих ведомственных домов, ушли, не построив детский садик. То есть уже там нагрузка на детские сады такая, что уплотнять застройку, ну, просто преступление. Да, вот именно в этом районе. А второй вопрос. Дороги, то есть выезды, да, говорят, пока не построим Негина, нет возможности замкнуть и расширить Менделеево. Третий вопрос. Коммуникации. Там достаточно ли там воды, отопления, значит, газа, если он там нужен, или электричества. И на кого ляжет нагрузка по модернизации сетей? Если на застройщика, то это тем более поддержит цену на квадратный метр. Ну, в общем, пока перспектив каких-то не видно. Нужно серьезно продумывать, прорабатывать этот вопрос. Это, конечно же, работа администрации. Да, мы можем что-то подсказать, посоветовать, да. Нужно и общаться с бизнесом, с застройщиками. Но, наверное, не в том ключе, что, знаете, давайте привлечем из города какого-то застройщика, который приедет и нам тут чудо сотворит. Ну, ребята, у нас как минимум трое застройщиков в городе пока еще действующих. Вернемся к бюджету. Каждый год бюджет – это камень преткновения между Думой и администрацией. Ну, не соглашусь, не каждый год. Но иногда камень. Регулярно. Иногда камень. А в этом году, как принимали бюджет, были ли какие-то вопросы к нему? Да, вопросы были. И две поправки, которые вышли на заседание городской думы, что, в принципе, очень редкое явление, чтобы депутаты голосовали общим голосованием именно на заседании думы по поправкам. Ну, тут два аспекта. Это стадион 12-й школы и увеличение средств на благоустройство округов. Про школу. Да, про школу. Там, на самом деле, произошло такое усмещение, можно сказать, интересов в рамках бюджета. Администрация решила, что надо провести не реконструкцию стадиона, а его капитальный ремонт. Заложили достаточно небольшой объем средств для этого стадиона. И разработать проектно-смертную документацию уже на реконструкцию. Что капитально ремонтировать на стадионе 12-й школы, я не представляю. Там его, ну, там его нет, можно сказать. То есть, все, что было, уже пришло в негодности, было удалено. Осталось только вот асфальтные дорожки, да, под беговые. Все остальное, на самом деле, уже нет ничего. Ну, депутаты просто не согласились с этой позицией. Особенно депутаты округов, которые примыкают к 12-й школе. И была направлена поправка, депутаты ее поддержали. На согласительной комиссии не приняли согласованного решения. Она вышла на заседание Городской думы. Но договорились. Значит, в какой-то момент глава пообещал, что в первом, по-моему, квартале разработают ПСД. И в течение года заложат средства на реконструкцию. Вот, то есть, в случае, если там дополнительные средства появятся в бюджете. Ну, то есть, какую-то точку соприкосновения зашли. Здесь, конечно, понятно, что депутатов надо было в каком-то смысле уговорить. Да, и дать им возможность понять, что их мнение слышат. Вот. Вторая поправка касается того, чтобы увеличить... Увеличение финансирования благоустройства. До 700 тысяч наук. Ну, это вот, это точно каждый год. Каждый год депутаты просят увеличить финансирование на благоустройство округов. И каждый год они получают отказ. В этом году, на самом деле, это... Традиция согласен. По-разному эта поправка всплывает каждый год в ноябре-декабре месяце. Как где-то от комитета, где-то от непосредственно самих депутатов и так далее. Ну, на самом деле, давайте говорить так, что экономика изменилась, да, и пять лет назад мы увеличили с 300 до 500 тысяч рублей на округ, да, и вот пять лет, там, шесть лет эти 500 тысяч так и оставались. То есть всего 17 миллионов на благоустройство. А инфляции, а рост стоимости материала. Да, инфляции, рост стоимости, все остальное, конечно. На самом деле, ситуация-то плачебная вот в чем. Не в том, чтобы сколько денег, да, а в том, что за эти деньги не приходят подрядчики. Мы пытаемся выжимать максимум, да, из контрактов, из этих денег, максимально кроить сметы, ну, департамент городского хозяйства, не депутаты, конечно. И получается так, что либо подрядчик приходит, но потом отказывается выполнять эти работы, как, например, у меня на округе было, да, мне должны были отремонтировать там 100 метров тропинок, дорожек пешеходных, но подрядчик выиграл, заключил договор и не выполнил. Ну, дальше что, его в черный список, ему штрафные санкции, но мне-то от этого не легче, жителям от этого не легче. Поэтому, конечно, разговор идет о том, что давайте нормальные сметы делать, чтобы и так мало подрядчиков, да, и так людей работать руками нет, неквалифицированный труд. Ну, давайте нормальные хотя бы цены будем ставить, да, там за эти 500 тысяч, может быть, не там целый двор реконструировать, да, но хотя бы, чтобы люди выполняли свои обязательства, те, кто берутся за них. Поэтому предложили вот дополнительно 200 тысяч, но приняли, опять же, другое решение. Сейчас как раз идет процесс подачи вот этих заявок на 500 тысяч рублей по предложениям жителей, по предложениям депутатов. Департамент городского хозяйства их аккумулирует и систематизирует. Ну, и плюс дополнительно еще на 200 тысяч дозаявите, что бы вы еще хотели сверх того. И вроде как из этого будет разработана дополнительная программа. Не напрямую эти 200 тысяч будут фигурировать в бюджете, но вот как дополнительная программа в течение года ДГХО сверстает из этих предложений и через закупки проведет. Как это будет выглядеть, я, честно говоря, не очень представляю, но... Посмотрим. Поговорим о планах. Какие планы на предстоящий 2022 год, депутатские планы? На самом деле я для себя ставлю цель максимально работать в рамках нормотворческой инициативы. Есть несколько интересных вопросов, которые, скорее всего, будут и законодательную инициативу иметь, то есть как обращение в законодательное собрание Нижегородской области, так и некоторые коррективы с точки зрения нормативной базы города. Ну, я думаю, что, конечно, не буду раскрывать всех тайн, чтобы мне, так сказать, не перехватили у меня мои идеи, а такое часто случается, вы сами знаете. Вы с конкуренцией? Конечно, а как же, понимаешь, когда особенно с точки зрения законодательных инициатив, там же ведь целых два депутата законодательного собрания есть, у которых больше прав с точки зрения законодательства есть, чем у депутата местной думы. Но есть несколько инициатив, которые хотелось бы реализовать. Я думаю, что в начале года я уже начну их, так сказать, превтворять в жизнь. И вообще, я считаю, что депутат, конечно, должен думать о, как поменять нормативную базу, чтобы стало жить лучше. Причем, ну, понятно, что нормативная база действует на всех, и все перед ней равны. Это вот мои личные убеждения. Ну, я желаю тебе успеха во всех твоих идеях, во всех твоих начинаниях и в твоей депутатской деятельности. Спасибо за интервью. Спасибо. Всего доброго. Увидимся в эфире. До свидания.